Проекты системы «Умный город» презентовали в Наринмаре. Для этого в регион прибыли представители ПАО «Ростелеком». Визит проходит в рамках соглашения между округом и телекоммуникационной компанией, которое было заключено в феврале в рамках работы Российского инвестиционного форума в Сочи. Целью создания «Умного города» является улучшение качества жизни горожан. Системы «Умного города» позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и городской инфраструктурой, следит за тем, что происходит в городе, как город развивается, какие способы позволяют улучшить качество жизни. За счет использования датчиков, интегрированных в режиме реального времени, накопленные данные от городских жителей и устройства обрабатываются и анализируются. Собранная информация является ключом к решению проблем неэффективности. Чтобы мы могли понимать, где у нас есть недостатки, где у нас есть серьезные возможности для оптимизации и улучшения процесса. Цифровизация – один из национальных приоритетов, обозначенный президентом страны. Партнером в реализации этого проекта на территории Ненецкого округа является акционерное общество «Ростелеком». Для внедрения проекта в регион партнеры приехали в Наринмар, чтобы обсудить и найти оптимальные пути реализации проекта. Всегда трудности при реализации проектов – это финансирование. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы один из десяти регионов-доноров в стране, но у нас настолько маленький общий бюджет, что для нас выделять отдельные статьи под финансирование конкретно этих программ – это, я думаю, будет наиболее чувствительно по отношению к любому другому региону. У нас самая маленькая численность, и мы понимаем, что у нас, соответственно, это ляжет наибольшим каким-то грузом на наши плечи. Цифровые города постоянно улучшают свои функции за счет непрерывной обработки и обновления сведений. Интегрированные датчики собирают информацию, полученную от жителей города, и с помощью электронных устройств. После анализа собранных данных происходит оптимизация, решающая проблемы неэффективности. С моей точки зрения, сложностей может быть, конечно же, несколько. Самое главное – это, когда мы говорим об умном городе, это не просто комплекс каких-то технологических новинок, которые нужно внедрить, но это еще и комплекс организационных мероприятий, которые требуются для того, чтобы новинки работали максимально эффективно для бюджета, максимально эффективно для людей, для города, для бизнеса. Создание умного города – трудоемкий процесс, который затрагивает все слои инфраструктуры. По мнению экспертов, за такими технологиями – будущее, и количество умных городов будет расти по всему миру. Регион очень интересный, для нас он очень важный. Мы очень долгое время работаем с администрацией и на территории округа. По сути дела, единственная оптическая магистраль, которая сюда приходит, это магистраль Ростелекома. В прошлом году мы провели очень большую стройку оптической сети на территории города. Около 6 тысяч квартир получили возможность подключаться к оптической сети. В этом году мы эту стройку продолжим, еще порядка 2 тысяч квартир. Ну и, собственно, та существующая инфраструктура, как оптическая, так и медная, она на сегодняшний день, по нашим оценкам, она готова для того, чтобы принять вот эти решения умного города и обеспечить их, в общем-то, необходимой составляющей канальной. Также «Умный регион» или «Смартнау» будет синхронизирован сетью ситуационных центров ФСО и МЧС России. Реализация этой части проекта позволит актуализировать и привести в машиночитаемый формат градостроительные документы и создать единую картографическую основу. Ознакомительный визит проходит в рамках соглашения между Ненецким автономным округом и ПАО «Ростелеком», заключенного на полях Сочинского инвестиционного форума 14 февраля 2019 года. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...